кто еще такой нет это какой-то человек и ручка к торчит маленькая завода выда это школьники не надо прыгать слова на нее прыгать не надо и грязь обтирать не надо яйца это не смешно яйца это не такой я попробую странную выдачу это не серьезно это не серьезно это что твои животик Продолжение следует... 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 Ребята, продолжается непогода у нас, мы приехали, вот такой магазин, Маришка заказала Славику курточку камфлированную, футболку и носки камфлированные, у нас он же любит все в военном ходить. Здесь, ребята, удобно, сразу же есть кабинки, здесь вот кабинки, можно посмотреть одеть, если тебе не подходят, отказаться, правильно? Да. Маришка здесь памперсы заказывала у них, не памперсы, а какие-то, японские, грузники японские. Первая курточка, такой вот камфляж, и там у человека вторая, там вот такой камфляж более синий, скажем, более серый, мне что-то прикольно. Такой вот, пиксельный, не пиксельный такой вот, камфляжка. Да. Да, он сам, что он, взрослый парень. Мужик, это так прикольно, да? Да, он такой, лялька, му. Такой же сам, сам, мужик такой. У меня это, это лучше, я тут вступаю еще. Ну? Сейчас он сам, сам сделает. Пойдет. Во! Все, давай, застегивай. Да. Так, все, кверху тяни. Да. Там просто она пипочка такая, это новая. Аккуратно, давай, мама, аккуратненько, а ты потом следующий раз сам. Давай, не покажешься. Все, он уже застегнул практически. Взрослый парень. Сам увидишь. Кнопочки тоже. Классно, мы эту берем, Мариш, потому что под кеды подходят, у нее там еще кроссовки такого же цвета. Еще подходят. Это синенькая, больше. Видишь? Синяя. Видишь? Нет, не будем мерить, берем. Берем, да, Слава? Угу. Кармашки, посмотрите, тебе удобно, нравится кармашка? Класс. Под телефон у тебя кармашки уже есть, да? Какой? Ну вот, по бокам положите еще, вот сюда. И сюда? Да, еще телефон положите. Угу. Ну все, тебе нормально, нравится? Да, это нормально. Очень-очень-очень классно. Я померю. Ну давай померю. Погринься, там еще сзади отблескивают, но что, чтобы видно было. Вот, и плосочка сделалась там, но очевидно было. Прикольно. Тут он блестят эти штучки. Вот такой-то пакет. Ну не знаю. Это кнопочка. Ну две тогда бери, да и все. Не парься, раз одна оттолще, другая тоньше. Так померь, просто померь, день. Смотри, это как ветровочка. Да, это тоже камуфляж. Видишь, какой камуфляж? Тоже камуфляж. Нравится? Мне нравится. Не, не, не. Ну-ка ты зафигни, попробуй сам. И карманы посмотрим. О, сетка, смотри. Сетка снайперская. Смотри. Смотри, вон. Снайперская сетка зачем? Я сейчас тебе расскажу. Ты сейчас оденешь, я тебе расскажу, покажу. Такой крутой. А если ты под капюшон спрячешься, ты будешь вообще как бы похож на снайпера. Мне нравится. Тут шейку, смотри, все, закрывает. Кнопок нет, а такая липучка. Липучки? Ну-ка, покрутись. Ну, покрутись, пожалуйста. Так, общая сумма, сколько у нас вышло на все? 34. Носочки вот такие, получается, камуфлированные. Две пары камуфляж и фигулочка вот такая военная. И, конечно, камуфляж очень классный. Пошел. Пошел? Ну, пошли, пошли. Магазинчик «Солнечный миф». Там надо малышам купить камуфляж. Вот такое большое количество выбора товара. А подскажите, пожалуйста, камуфляж. Марина, сразу спроси, что ты хотела? Штанишки на мальчиков. Так, 80 надо и 160. Шапочек сколько всяких? 110. А, покажите, как они у нас. А, вот они камуфлированные, смотрите. Прикольно. Камуфляж. Сашки. А, в других магазинах есть другие цвета, не знаете? Субботов, 80. Вот зеленый можно взять ему. Вот такой пиксельный. Вот такой вот. Что ему бегает, какая разница? Ну, вот такие. Хорошо, берем. Прикольно. Это Саша. А, на славу нету. Славу, такой-то поезд здесь есть. Ну, давай, Саша, возьмем. А, вообще, вот здесь костюм есть. Вот такой, берешь, костюм? Это на Сашу маленький будет или есть? Вот такой вот, смотри, костюмчик. На Сашу? Да. А есть такой, 80-й? Вот, смотри, красивый какой. Вот, смотри, 80-10. Какой на славика. Вот на славика может взять. Смотри, какой Саш, костюмчик хороший. Красивый, ему понравится. Мы же ему брали наподобие у скачки, помнишь? Брали, вот точно кожу материал. Да, так прикольно. Давайте вот его туда возьмем. Вот его, и сейчас Саша посмотрим. Так, вот отсюда здесь не берем, хорошо? Вот Саша, я вообще предлагаю, вот типа такого вот, классного вообще. Ему смотреться будет в белом уме. А вот это не подойдет, Саша? Это большой динамик, если. Вот 80-й в таком, 86-й вот в таком цвете. Давайте серенький возьмем, как он фляж. Давайте. Прикольно, да? Чтобы они немножко различались. А мне это неудобно так одевать. Почему? Через голову? Прикольно. А размер? Размер есть. Смотри, тут на Сашу даже можно взять такое, Барюш. Ну, ему не надо пока маленький. Да? Ну, давай. Славик, какой размер берем? Славик, 110 берем. А как он, смотрите, 110. 110 – это самый последний размер, расположен. Давайте тогда, где штучки. А, КРОС 98 написано здесь. Ого, прикольно. Так, это маленький, да, полкается? Я не знаю. Не разбирайся вообще вот в этом ничего. Вот смотрите, есть по светлее, есть по тене. А давайте такую и такую. О, две разных, ага. Две? Да, да, две по 96 рублей, сколько она там? А, краски есть? Больше размер 113. О, хорошо. Вот, пожалуйста, есть краски из боксера. О, боксера. Так, теперь рассматриваем. Так, давайте все камуфляжем что-нибудь. Есть? Мы просто все камуфляжем наносим. Если только вот такой, если можно будет. Вот такие вот футболочки. Ребята, я смотрел ролик, где мужчина говорил, что жена его пугает. Так вот моя, меня тоже запугивает. Мариша, слушай, кто распечатывал эту кукурузу? Настя. Настя? Ну, ребята, да меня пугает дочь. Начал сейчас есть кукурузу. Все хорошо? Да. Это Настя, у нас проблемы. Точно, Настя, у нас проблемы. Я начал там, короче, ложка черпая, смотрю, там крышка. Думаю, офигеть. То есть это меня не жена пугает. Ну, жена тоже пугает, но дочь еще больше. Страшно. Нравится мне, а просто спасибо. Наверное. Такие красивые рисуночки. Пчелка там. Вообще они так красивые. Ну, это цветочки, каждый свои цветочки сделал красивые. Ну-ка, покажи твои розочки, где. Вот, Вячеслав, Фетрушенко. Смотри, какая красота. А я кого-то вообще не пойму один. Ну, не знаю. Каждый видит по-своему цветочки. Ну, у тебя точно красивые мне нравятся. Это мы маме сегодня передадим цветочки, да? Розочки, да? Ребят, всем доброе утро. У нас прекрасная погода. Но я очкую, очкую, потому что кто нас дома смотрит, знает, что я очень боюсь земных врачей. Хотя у нас свой семейный доктор, можно уже сказать, который лечит Маришу, лечит меня. Скоро будет Славу лечить. В Перми он, я считаю, что самое лучшее. Укол он делает так, что я не чувствую. Но страх вот этого укола, то есть вообще лечение зуба, я обалдею. Когда мне там ковыряются, что-то делают, прям, знаете, я обалдею. Тут прям даже вопросов нет. Машинки не боюсь, ничего, все, у меня этого страха нет. Но вот страх вот укола когда ставят, хотя я даже не чувствую, когда ставят. А вот, как вы знаете, вот что в меня что-то, как бы, получается, вводят, как бы, лекарства вот этого, знаете. А я вообще лекарства не очень люблю. У меня это просто паническая атака. Я начинаю нервничать, я начинаю трястись, меня колбасит, сердце там вот так вот. То есть, не знаю, кто понимает меня, наверное, он ощущал те же волнения. Но я честный человек говорю, как есть всегда. Если у меня есть страхи в чего-то там, допустим, я говорю, как есть. Да, есть страхи. Нет таких людей, которые ничего не боятся. Если человек говорит, что у него нет вообще страхов, и он вообще ничего не боится, человек придет сразу, даже это. Дальше не разговаривать. Поэтому сейчас зайду, покажу изнутри клинику. Он открыл года четыре назад свою клинику. То есть, до этого он долгое время работал. Я не помню, как зубная тоже компания. То есть, делали прям хорошо, классно. И Мариша как раз познакомилась лет десять с ним, когда он делал... Десять лет назад, как бы, когда он делал ей зубы. И, в принципе, все, которые сейчас, смотришь, что зубы есть, делал как раз доктор Макаров. Вот у него клиника. Не знаю, видно не будет, там доктор Макаров. Вот. Ну, очкую, ребят. Вот честно, переживаю, очкую. Как бы, вроде, вот, ну, что, да, как бы сходить зубного? Маринка у меня ходит за там два готова зуба делать за раз, да? Я прям не могу. Вот когда уже там нерв удалили, я иду как это, как на праздник. У меня там сверят, все делают, там накладывают. Вот я вообще прям балдею. Но когда вот этот укол, то есть все, он меня постоянно там, знаете, укол поставит, как бы, я даже прихожу, он укол ставит, говорит, это, все, дышу спокойно, как бы, успокаиваемся. А я прям накрученный, не знаю, ребят, прям. Не знаю, как это объяснить. Вот если человек ни разу вот не испытывал панические атаки вот такие, ему объяснить, наверное, тяжело. У меня, к сожалению, есть такая ситуация с паническими атаками в плане вот как вот раз зубного, это самолет, то есть, там, конечно, я даже задыхаться начинаю. Поэтому, что есть, то есть, ребят. Переживаю ручки. Ну, пока еще не трясутся, но уже близко к тому. Ах, ребята, как меня потрясывает, вы бы знали. Блин, как на каторгу иду, вот честно. Вот к врачам, которые зубами занимаются вообще. Да еще к всем врачам не люблю я как выходить. Хотя друзей много врачей, но не люблю я, я люблю чай к ним ходить пить. Друг у меня Слава спрашивал, где, говорит, эта клиника. Слава, вот это Парковой, ты не живешь. Вот это торговый центр и сражу доктор Макаров. Так, ребят, сейчас подписал документы. Там анестезию и договор по услугам. Все так вот хорошо, классненько. При входе бахилы, кабинет. Пока посмотрю телевизор. Много всяких дипломок есть. И информация, соответственно, по услугам. Ребят, вот я сижу в кресле, меня как всегда колбасит. Но не борется, меня успокаивает. Смотрит бумагу, вот как раз отвором. Буду считаться, успокаиваться. Классненько, все новое. Да, все оборудовано. То есть, кстати, кто-то писал, что боится именно бурмашин. Они сейчас работают тихо, их не надо бояться. Я наоборот от этого кайфую. Но вот сам укол я боюсь. Сейчас, ребят, нижний звук делаем. Потом, если будет возможность, еще я же не хочу сделать. А тут какой-то пломбы выпали. И мы пришли к такому, по моей просьбе. Водим Борисович пришел к мне на встречу. Все-таки написал мне лекарство. Я дам на эти лекарства реакцию, да, получается. Чтобы я сам себя успокоил. И уже в дальнейшем спокойно приходил и делал зубы. Потому что зубы надо делать, ребят, за зубами надо следить. Если бы не Водим Борисович, я, наверное, вообще за зубами своими не следил. В некоторых случаях он меня просто выручал. Я приходил за зубами такими, что там, ребят, уже все. И, конечно, то, что я довожу до такого, что у меня зубы разваливаются, это моя вина. Хотя корни у меня хорошие, надо просто вовремя их лечить. У меня дырочка появляется, и все, я, ребят, не хожу. Это вот моя трусость. Сейчас раздам на лекарства, на эти, на реакцию. И потом хочу все зубы все-таки сделать сразу. Ну, все, ребят, сделали мне одновременно два зуба. Два зуба там была в обоих пломба. Но так как я грыз всякие орехи, сало, шкурку от сала в свое время, 6 лет тут прошло, обе пломбы отпали. Ну, не сразу, как бы они. Сначала одна выпала, потом другая. И Вадим Борисович любезно все это мне сделал, починил. Я даже их не чувствую, как будто бы свои родные зубы. Даже рисунок на зубах. Представляете, на этих сделал? Классно вообще. Золотые руки у этого врача. И вот, что я могу сказать? Вадим Борисович, я знаю, что вы нас смотрите. Спасибо вам огромное. Низкий поклон. Хочу ребятам сказать, если вдруг вы побаиваетесь всяких уколов, что делают больно, там, 30-е, ваш доктор один раз вот сходите. Сейчас постараюсь, чтобы не отсечил. Один раз сходите, и 100% будете ходить постоянно. Ну, почему? Вот. Меня сама Марина с ним познакомила. И я больше другому врачу ни разу не ходил. До этого вообще просто трешься. Что еще нравится? Врач такого всегда выслушает. Он всегда что-то посоветует. Он всегда вникнет в какие-то твои проблемы, страхи. То есть вот это не у многих врачей есть. И низкий поклон вам, Вадим Борисович, за это то, что вы как-то придурковатого меня выслушиваете и как-то подстраиваетесь под меня. Мы что-то говорят, ребят, ну страхи у меня. Я же не отрицаю, я говорю, как есть. Страхи, страхи. Они есть, и никуда их не денешь. Но вот сейчас мы определились. Чай, кстати, взял теплый, не горячий. Сейчас определились, что я сдам вот эти аналлергены, или как они называются, вот эти анализы. Он мне выписан, сказал, в любом случае, если что-то вдруг, где-то какая-то реакция по анализу, мы, говорит, вам подберем с любой стороны, как бы привезем. То есть у нас, говорит, с этим проблем нет, мы, говорит, привозим, говорит, лекарства, ничего страшного нет. Так, что-то мне тут ползет. Жучок какой-то. Поэтому вот такая ситуация, ребят. Надо зубы восстанавливать. Надо, ну сколько у меня получается, 4 зуба вставлять и 3 зуба восстанавливать. И все будет с Божьей помощью. Еще вот эти зубы хочу убрать, потому что там этот штифт стоит, и штифт почему-то почернел в свое время. Надо убрать и сделать нормальную керамику, чтобы не было проблем. Фух, ребята, все, надо ехать домой. Сейчас еще по пути заеду кашу ребенку возьму, нас на подкормку уже сказали рисовую кашу, гречевую подкармливать уже. Ну специально детскую Марина какую-то нашла, она отдельно потом видео расскажет, что за каша, что она чуть ли не лучшая у нас получается для детей. Это все от Марина. От меня, ребят, хочу сказать, что боритесь со своими страхами, они есть, они есть у всех, но надо бороться, надо двигаться. Но вот я для себя, по крайней мере, решил так, что для меня лучше сдать вот этот анализ и дальше жить спокойно. Потому что меня это очень сильно останавливает. На самом деле я балдею, когда мне делают зубы, я наоборот балдею. А вот сам страх, он когда вот укол, у меня все шкаутбасит. Так что вот, он мне рассказал свои случаи, свою практику 18-летнюю, он рассказал, говорит, что случаев никаких таких не было. Там единственный момент был, когда девушка, женщина уже в возрасте пришла, она, во-первых, была сердечником, во-вторых, как бы не приняла рекордства, постеснялась, потому что там она была постоянно ходить в туалет, говорит. Она этого постеснялась сказать, так-то, говорит, что все же люди ходим, говорит, я бы даже не против, входила бы она и что. Вот, но она его не предупредила и, соответственно, напугалась очень сильно. То есть, ну, как бы, наш возраст еще застал ту стоматологию, когда нам зубы, блин, там, пистолетом уколы ставили. У меня с тех моментов, наверное, все это осталось, когда мне зуб сломали. Марач. С тех моментов все это, видимо, осталось и у нас как бы в голове есть. Потому что Наська, она за раз готова два зуба лечить, Маринка так же, то есть они не боятся. Ну, в Перми немножко стоматология другая. Все, я заболтался, ладно, поехал. Классавчик, классавчик, дядюка. Маникюрчик. Угу. Просто. Лето. Угу. 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 Продолжение следует...